Рязанская писательница Светлана Алафинова широкому кругу читателей известна книгами в стиле фэнтези. Истории для ее произведений, говорит автор, приходит к ней как в результате общения со своими знакомыми, так и совершенно волшебным способом. Очень интересно с них сняться. Прямо буквально сказочные. Самое главное их успеть, скажем так, запомнить и не забыть, и раскрыть. Просто в голове, что запомнил, то успевает записать, потом перечитываешь, раскрываешь его более подробно, более интересно. И вот так вот получаются какие-то темы новые. Ну и дальше уже, чтобы еще шире раскрывать, ну интернет в помощь, это естественно. Там тоже много можно найти информации, и в том числе полезной. Подсказки и образы для тем, которые раскрывает Светлана, просто необходимы, ведь некоторые ее книги имеют ведическое направление. Они способны не только увлечь ребенка или взрослого в сказочный мир, но и раскрыть в человеке духовность. Начинали верить в себя, в свои силы. То есть не надеялись на какую-то помощь свыше. То есть я не отказываюсь, что она есть, эта помощь, она на самом деле существует. И все мои герои, проходя определенные испытания и приключения, получают эти вот какие-то силы, получают какие-то помощи. Но тем не менее, если они сами не применят каких-то сил, то маловероятно, что у них что-то получится. Удача сопутствует храбрым. Вера в чудеса, во что-то светлое, интересное и сказочное. В то, что приносит положительные эмоции. Именно об этом книге Светланы. В ее мирах учителями становятся гномы, гоблины, волшебные феи. А некоторые герои созданы по реальным прототипам. Это дети Светланы, а также домашние животные. И опять же нашу пипу взяла. А пипа наша, она такая с разными глазами. Один побольше, один поменьше. Ну и вот срисовав примерно ее образ, получилось такое вот существо по имени Пуча. Пипа – это собачь? Пипа – это собак наш, да. Сейчас классика, мне кажется, даже современным, скажем, читателям менее интересна, чем современная литература. Вот. Классику я, судя по своим, только знаю. Они читают, благо, если читают, это школьная программа. Может быть, даже и пора переводить, но я не то, что хочу сказать там на полностью фэнтези или на полностью что-то, но что-то давать из современных, скажем, авторов, почему или нет, заинтересовать ребенка. По мнению Светланы, приключения с моральным подтекстом и сказочным сюжетом могут заинтересовать каждого. Ближайшее издание как раз такое. Сила трех, а феи-то существуют. Уже скоро эта книга будет доступна всем фанатам фэнтези. Анна Герцовская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».